МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пострадали все, кто находился в машине. В результате ДТП двери автомобиля оказались заблокированы. Для освобождения водителей и пассажиров пришлось вызывать спасателей. В результате происшествия ехавшие в качестве пассажиров в автомобиле 20-22-летние девушки, а также сам водитель с полученными травмами, были доставлены в больницу. В Будокошелевском районе мужчина напал с топором на прохожих. Инцидент произошел вечером 2 июня. Дебошир начал сбить окон в домах в деревне Бацунь. Местные жители пытались остановить его, однако мужчина набросился на них с топором. В результате двое пострадавших с телесными повреждениями различной степени тяжести были госпитализированы. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. Нападавший задержан. Причины и мотивы произошедшего выясняют следователи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за покушение на убийство и особо злостное хулиганство. В Мозыре пенсионерка успела спастись от огня. Вчера вечером в рай подразделения МЧС поступило сообщение о пожаре. Открытым пламенем горела крыша частного дома. Хозяйка домовладения, пенсионерка, находилась на улице. Она не пострадала. Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. Одна из рассматриваемых версий пожара – нарушение эксплуатации электросети и электрооборудования. А в Гомеле накануне горела баня в Плесах. Строение двухэтажное, деревянное. Спасатели пожар ликвидировали. Пострадавших нет. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри бани. Среди причин пожара рассматривается версия нарушения правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Расставили сети и попали за решетку. Двое мужчин приехали на реку Днепр в Брагинском районе. На резиновой лодке заняли позицию и забросили в воду три сети общей длиной около 300 метров. Им удалось добыть чуть более 50 рыб разных видов на 32 килограмма. Но улов домой привезти им не посчастливилось. Сотрудники Брагинской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира задержали браконьеров. Своими действиями граждане нанесли вред окружающей среде в размере 172 базовых величин, что в денежном выражении вместе со стоимостью рыбы составило около 4,5 тысяч белорусских рублей. В будущем их ожидает уголовная ответственность вплоть до лишения свободы. Таков взор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.